доброе утро друзья сегодня у нас 26 июня 2023 года понедельник начало рабочей недели я предлагаю вам вспомнить необычного человека популярного человека зовут его я сиро накамацу известны как доктор накамац он родился 26 июня 1928 года в японии самого детства я сиро обладал выдающимся способностями уже в три года он его мама начала обучать его химии физики истории английскому самолетостроению пять лет он создал свой свой первое собственное творение в 14 лет он создал уже изобретение которым пользуются до сих пор не только в японии но и даже в америке это был насос для соевого соуса а когда накамацу было двадцать четыре года он создал гибкий магнитный диск который до сих пор широко используется также этот молодой человек сам стал автором настоящих сапог скороходов на то время скорость такой обуви превышала скорость бега в обычных кроссовках три раза или и в несколько раз уменьшала нагрузку интересно и другое его изобретение это кресло повышающая мозговую деятельность улучшающее кровообращение и уменьшающее время необходимое для сна водяной двигатель электронно-цифровые часы веломобили это все все изобретение доктора накамаца я перечислил лишь немногие его творения благодаря своей гениальности йосиро стал автором более 3600 изобретений за что его записали в книгу рекордов и нас доктор накамац стал президентом японского института высоких технологий и инноваций он получил даже шнобелевскую премию не нобелевская шнобелевскую премию которая является альтернативой нобелевской вручается гарвардским университетом ученым за самые необычные возможно даже бесполезное изобретение исследования открытия но все равно является редкой и престижной премии и сиро накамацу получил свою премию 2005 году за то что он провел исследование всех своих продуктов питания которые он ел на протяжении тридцати четырех лет он вообще был сторонником голодания он уже ждал что голод является только тогда когда перестает появляется только тогда когда перестает работать мозг интересный факт что большинство своих изобретений как он сам утверждал накамацу придумал под водой для этого он даже изобрел ручку с бумагой с которыми можно было работать под водой накамацу не хотел потерять ни единой мысль так вот изобретательство на мой взгляд это пагода в пять этажей первый этаж что духовная сила только сильно духом может пойти трудным путем когда большинство выбирает легкие а изобретательство очень трудный путь но сильный здоровый дух бывает только в здоровом теле это второй этаж третий этаж учеба не отношу не только изучение инженерных науки изобретатель должен обладать и экономическим мышлением помимо этого нужно знать еще какую-то научную сферу я например изучал медицину это потом оказалось той отраслью где больше чем других областях воплотил свои инженерные знания и способность изобретать четвертый этаж умение профессионально ставить эксперименты и наконец пятое у человека должно быть нечто действующее как спусковой крючок у винтовки это талант спасибо за ваше внимание до свидания до завтра спасибо за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за субтитры сделаю